Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Сегодня у нас будет батл-битва двух смартфонов. Xiaomi Redmi S2, бюджетный, офигенный смартфон, который почему-то многие хайтят. И, конечно же, Xiaomi Redmi Note 5, Pestler просто бомба смартфон, который перевернул мир среднего сегмента, так сказать. В любом случае, друзья, оба смартфона обалденные и нужно сделать сравнение. Так что садимся поудобнее, берем чай-печенюхи и погнали! Дисплей. Оба смартфона получили 6-дюймовые матрицы, но от разрешения разное. Redmi Note 5 получил Full HD+, а Redmi S2 только HD+. Если минимальная яркость у них одинаковая, то вот максимальная немножко выше на Redmi Note 5. А также картинка более приятная, ну и понятное дело детализированная на Redmi Note 5. Да и белый цвет по умолчанию у него более естественный, чем у Redmi S2. Единственный плюс дисплея Redmi S2 по сравнению с Redmi Note 5, так это отсутствие 2.5D эффекта по краям. То есть спокойно можно наклеить защитное стекло и не париться. Итак, звучание. Начнем с основного мультимедийного динамика. И знаете, здесь круче Xiaomi Redmi Note 5. Ну, во-первых, громкость выше, да и качество чуть лучше. Да, оно здесь чуть лучше, потому что Redmi S2 все-таки это, ну, бюджетный сегмент. А Redmi Note 5 это чуть выше классом, скажем так, смартфончик. И звучание здесь поприятнее. Звучание в наушниках у них плюс-минус одинаковое. Redmi Note 5 буквально чуть громче и все, по сути, особой большой кардинальной разницы я не заметил. Разговорные динамики здесь, по сути, одинаковые, громкие, качественной претензий нет. Производительность. И знаете, тут все очень интересно. Оба смартфона в моем случае имеют одинаковый набор памяти 3.32 и работают на Android 8.1. Redmi Note 5 получил Snapdragon 636, а Redmi S2 старенький Snapdragon 625. Но за счет того, что Redmi S2 получил только HD плюс дисплей, производительность в играх у них плюс-минус одинаковая, и это круто. Да и в обычном режиме, друзья, вы особой разницы в скорости работы не заметите. Оба смартфона потянут игры на высоких настройках. Те же танки выдают 40-60 фпс на высоких настройках, и это круто. Да и в остальных играх вы получите плюс-минус одинаковые результаты. Ну и для наглядности, конечно же, вот вам спид-тест, так что оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Автономность. Redmi S2 получил скромный аккум на 3080 мАч. А у Redmi Note 5 банка уже посолидней на целых 4000. Понятное дело, оба смартфона поддерживают быструю зарядку Quick Charge 3.0, но, к сожалению, Redmi S2 заряжается медленнее, чем Redmi Note 5, у которого банка, блин, еще больше. В общем, получается Quick Charge 3.0 в Redmi S2 какой-то урезанный. Ну что ж, в реальной жизни Redmi S2 живет один день без проблем. Да, можно растянуть даже на полтора. А вот Redmi Note 5 показывает стабильные полтора-два дня средней нагрузки, и как вы понимаете, это круто. Итак, тесты. И тут, конечно же, Redmi Note 5 просто уничтожает Redmi S2. Итак, игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi Redmi S2. 10% заряда уходит за 23 минуты игры. Redmi Note 5. 10% заряда уходит за 35 минут игры. Это жесть. Видео на максимальной яркости. Фильм скачанный на смартфон без интернета. Redmi S2 7 часов 15 минут. Redmi Note 5 10 часов 15 минут. То есть, как вы понимаете, автономность лучше на Redmi Note 5. Камеры. И знаете, тут все очень интересно. Оба смартфона получили почти одинаковые камеры. То есть, основная состоит из двух модулей на 12 плюс 5 мегапикселей. Только модули разные. Диафрагма и размер пикселя тоже разные. Фронталка у Redmi Note 5 на 13 мегапикселей. А у Redmi S2 аж целых 16 мегапикселей. Ну что ж, если вкратце, то оба смартфона показывают отличные результаты. Особых претензий нет. При хорошем освещении качества у них плюс-минус одинаковые. Разница в качестве видна только при плохом освещении. Тут все было предсказуемо, так как Redmi Note 5 имеет диафрагму f1.9. И размер самого пикселя здесь больше, чем на Redmi S2. Но в любом случае, друзья, смотрите и оценивайте. Субтитры подогнал «Симон»! Размытие заднего плана – это, как всегда, рандом. Все зависит от ситуации. Но в большинстве случаев детализация лучше на Redmi Note 5. Фронтальные камеры плюс-минус одинаковые и показывают идентичный результат при любом освещении. Ну и, конечно же, оба смартфона умеют делать размытие заднего фона на фронтальную камеру. Ну что ж, друзья, подводить итоги мы особо не будем, потому что, как всегда, каждый для себя решает сам, что ему надо. Офигенная производительность, шикарная автономность камеры, внешний вид, материалы корпуса. Каждый для себя решает сам, что, блин, ему надо. Если вам нужна нормальная камера, у вас 130 баксов в предел, вы играете в игрушки и вам хватает автономности в один день спокойно, и вы не хотите просто переплачивать, то это Xiaomi Redmi S2. В 130 баксов хорошая производительность и хорошие шикарные камеры. Но если же вы хотите купить, в принципе, бескомпромиссный вариант, и у вас есть 160-170 баксов, вам нужна хорошая камера, такая универсальная камера, и основная, и фронтальная, вам нужна хорошая автономность и бескомпромиссная, скажем так, производительность, то это, конечно же, Redmi Note 5. Но в любом случае, друзья, вы должны отталкиваться от своих, так сказать, потребностей, что вам, блин, надо. В любом случае, два этих смартфона офигенные за свою стоимость, ссылочки будут в описании. Ну а с вами был Димон, канал Всю Китай, всем удачи, всем пока!